Дорогие телезрители, наверняка в вашем окружении есть люди, которые быстро читают, и они успевают буквально за один вечер прочитать целую книгу. Но вы, допустим, за три вечера. Кто откажется от навыка, который может круто перевернуть жизнь? Подробнее о скорочтении нам расскажет Мацкевич. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот я сказал, что за день буквально возможно прочитать книгу. Как быстро вы читаете, допустим, не книгу, а в минуту? В минуту я читаю около, ну, больше трехсот слов. Притом обычный человек, который не обладает скорочтением, сколько? Ну, получается где-то 150-200 слов. А вы еще раз, я не расслышал. Ну, я читаю 320. 320. Три раза быстрее, чем среднестатистический человек. И как долго вы обучались этому? Ну, для этого надо учиться. Ну, это чтобы перешло в навык, надо постоянно тренироваться, использовать некоторые методики. То есть это не как велосипед, один раз научился и все это держит до конца? Нет, ну, это можно, да. Если пройти вот обучение полностью, 72 часа, ну, как 72, вот. Почему 72? Потому что у человека как навык располагается, ну, получается как навык. И полностью это можно использовать на протяжении жизни. Хорошо. А вы, и повторю вопрос, как долго учили, изучали, скажем, 7 недель? Ну, я проходила, ну, 2 недели, ну. Буквально 2 недели? 2 недели, да. Хорошо. В ускоренном темпе. Хорошо. Расскажите тогда чуть подробнее про скорочтение. Ну, если логически подумать, то это навык уметь быстро читать. Ну, да. В основном полагают, что быстро читать, и многие полностью не понимают. А скорочтение – это в основном быстро понимать, быстрое и осознанное чтение, и полностью же рассказать, что вы прочитали, даже незнакомый текст. Даже вот книжку прочитали, можно быстро сказать. Ну, как и плавное чтение получается. Многие быстро читают, но полностью не понимают текст и не могут пересказать. Некоторые медленно читают и не полностью текст понимают. Есть, обычно люди читают, возвращаются. Например, кто-то ничего, ну, не понял, что прочитал, и возвращается. Я помню, допустим, Роман «Война и мир», и там какой-то персонаж, а ты, допустим, неделю назад читал, и кто это был, и назад, назад, назад. Да. Вот, и как к этому научиться? Какие-то наверняка есть упражнения, да? Да, конечно, можно развить это. Можете нам продемонстрировать, какие упражнения есть? Да. Ну, например, берёте любой текст. Вот, у меня есть допустим. Да, любой текст взяли. Вот текст, вы можете, да? И есть несколько упражнений, с помощью которых вы можете научиться быстро читать. Скольжение. Расшифруйте. Так, скольжение – это от начала, вот от начала текста возьмите и быстро прочитайте до конца. Начало и конец. Слух можно или это только работает по себе? Ну, обычно, да, здесь нужно лучше тренировать глаза, чтобы быстро читать, и охватывайте постепенно. Ну, это одна из методик. Есть ещё, можно охватывать несколько строчек, две строчки одновременно читать. Можно три одновременно. Можно три, вы допустим как четыре. Да, но это надо развить периферическое зрение, чтобы полностью охватывать или полностью читать, предугадывать слова. Или же можно… То есть упражнение буквально такое, что нужно взять, допустим, газету и начинать очень быстро водить глазами по строчкам? Да, это можно… И вы всё равно будете понимать, что вы читаете. Это можно полностью… Да, правда, попробуйте. Но это тренироваться надо. И получается ещё можно кусочками, самое главное, название, например, какого-то события, в каком году это произошло, и в каком городе, ну, какую-то значительно, ну, знаменательную дату, можно и полностью вы будете понимать текст. Я знаю, что у многих есть привычка проговаривать текст, допустим, в нашей республике становится самым холодным течением в мире, и вот как-то нужно заставить себя… Это очень замедляет чтение. Ну, я считаю, что надо избавляться от этой привычки, потому что, когда читаешь и проговариваешь, ты как будто два раза читаешь, и получается… И как бы в голове. И ты потом… Надо же, чтобы читать быстро, и при том, чтобы образ у тебя был. Потому что, почему мы читаем книжки? Сейчас читаешь книжки, и у тебя появляется образ. У тебя… Картинка. Да, картинка. У тебя, получается, любой герой книжки, он, получается, твой. И чтобы быстро, ну, как мне объяснить, быстро… Ну, чтобы образ был. А когда ты проговариваешь, ты… Этот образ у тебя расплыл. И, наверное, можно карандаш засунуть в ворот, в папорот. Нет, ну, это больше… Ну, со временем можно избавиться от этого. Какие плюсы дает скорочтение, помимо умения быстро читать? Быстро читать. Ну, быстро любую информацию, даже вот подписывать какой-то документ, люди в основном несколько раз читают, не могут понять. Ну, тем более там язык такой специфический. И когда скорочтение ты быстро читаешь, ты быстро понимаешь и используешь эту информацию. Сейчас очень много потока информации, да, где можно быстро научиться, даже в любой работе. И быстро читать – это, мне кажется, большое преимущество современной веки. Такой небольшой личный вопрос. Вы последнюю книжку какую прочитали? Ну, я читаю икутскую литературу в основном. Я перечитываю сейчас всю ту школьную программу. Вот навык, который сейчас, навык, которым я научилась, мне сейчас помогает. Вот эти сложные – это Гандархан, Сас, Кэкэм, ну, вот как синяя пара. И я сейчас полностью понимаю то, что я прочитала до этого и не понимала. Ну, вот эти сложные. Кстати, да, я тоже по школьной программе заново начал идти. Ну, я пока читаю, наверное, вот как раз встали 100-200 слов в минуту, и когда возвращаюсь. Да, развивайте. Спасибо за напутствие. Ну, в общем, немножко резюмируем это всё, да? Значит, нужно учиться скорочтению в течение 72 часов. Это, наверное, 21 день, при условии, да? Ну, это получается, ну, сколько можно? Примерно, ну, даже часть дня, вот час вы посвятите, вот у вас появляется... Дорогие телезрители, берите газету и тренируйте скорочтение на...